В наших сюжетах мы неоднократно рассказывали о наших земляках, которым нужна помощь. Вот и в этот раз мы не смогли остаться в стороне от беды, которая внезапно обрушилась на семью Сузанны Манукян. У нее заболел сын, на лечение которого требуются большие средства. У простой семьи из Прикубанского таких денег нет. Надежда только на помощь неравнодушных людей. Наверное, самое страшное для любого родителя – это услышать «Ваш ребенок болен, но мы ему не можем помочь». В такую ситуацию попала жительница хутра Прикубанского Сузанна Манукян. В 2016 году у ее сына было обнаружено тяжелое заболевание головного мозга. Было 1 сентября, когда он на линейке упал и потерял сознание. Мы, конечно, сперва не дали значения этому, потому что он перенервничал 1 сентября все-таки. Но потом повторилось еще раз, через неделю он опять потерял сознание. И тогда мы обратились к врачу. Нам озвучили диагноз страшный такой. Но, как нам сказал врач, то эта болезнь проявляется после 10 лет, хотя она считается врожденным. Страшный диагноз звучит как артериовенозная мальформация левой гемисферы мозжечка. Если проще сказать, увеличенные сосуды головного мозга, которые в любой момент могут не выдержать, и случится кровоизлияние. Краевые специалисты дали направление в московскую больницу имени Бурденко. Там было назначено точечное облучение сосудов. Но данная процедура не гарантирует излечение. Процент успешности такого лечения 50 на 50. Кровоизлияние вопрос как бы времени. Как нам сказал наш нейрохирург, да и профессор, который мы консультировали с пасковой, что это место мозжечок, которое самое опасное. Если бы это было где-то в другом месте полушарий, да, это было бы не так рискованно. Но мозжечок, он в принципе отвечает за все. Поэтому риски большие. Вылечить болезнь примерно таким же способом, но на более современном и точном оборудовании взялись немецкой клиники. Но на это требуются просто нереальные для семьи деньги. 3 миллиона 400 тысяч рублей. И это без реабилитации. У семьи таких денег нет. Мы обратились в Германию, там берутся за наше лечение без рисков. Ну, конечно, вот сумма вот такая вот большая. Ну, мы начали пробовать собирать пока своими вот силами. Это одноклассники у нас, группы ВКонтакте. С помощью социальных сетей друзей и знакомых уже удалось собрать порядка 130 тысяч. Но этих средств все равно недостаточно. Они пытались обратиться в благотворительные фонды, но везде получили отказ. С формулировкой «нет мест» или «не наш профиль заболевания». Теперь надежда только на неравнодушных людей, которые своими пусть и небольшими пожертвованиями смогут подарить маленькому Артему жизнь. Мечтает играть в футбол. Я надеюсь, мечта его сбудется. Наверное, здоровье важнее всего, особенно если это касается ребенка. Расчетный счет, на который можно перечислить средства, вы сейчас видите на своих экранах. Любая, даже маленькая сумма – это один маленький шажок Артема к спасению. Этот мальчик, как никто другой, сейчас нуждается в помощи и поддержке. Он все понимает и очень надеется на чудо, которое вы ему можете подарить. Мы уже помогли Стасу Кузнецову. Давайте поможем и маленькому Артему Рожкову. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа События.